В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Акция «Бери маску, проезжай без опаски». В общественном транспорте раздают средства индивидуальной защиты. Водитель имеет право отказать от поездки, если у вас нету, не надета маска. Восемнадцатый эпизод проекта «Стихи живут» посвятили Дню народного единства. Может, друг твой сам поторопился и тебя обидел невзначай. Провинился друг и повинился, ты ему греха не поминай. Во дворце спорта Видное прошло первенство Ленинского городского округа подзюдо. Первое-второе место уже для меня будет большая радость. «Бери маску, проезжай без опаски». Под таким лозунгом руководство одного из крупных перевозчиков в Ленинском городском округе решило провести акцию и раздать средства индивидуальной защиты своим пассажирам. Заодно напомнить, что проезд без маски запрещен. За несоблюдение этого правила грозит штраф. По одному из маршрутов проехала наша съемочная группа и посмотрела, много ли оказалось тех, кто воспользовался подарком. Подробности в репортаже Юлии Погасьян. Рабочий день водителя общественного транспорта начинается с медицинского осмотра. Эта процедура существовала всегда, но из-за эпидемиологической ситуации к ней прибавился ряд дополнительных мер. Надежда Шикунова в Видновском автобусном парке трудится уже 15 лет. Говорит, при первом взгляде на шофера может определить, здоров ли он. Если какие-то есть жалобы по давлению, по температуре, по самочувствию, то мы уже отстраняем водителя по состоянию здоровья и даем направление на прием к врачу. У нашего водителя все хорошо? Да. У него давление 120 на 80, трезвая, температура 35,7, так что он к рейсу полностью готов. Но прежде чем сесть за руль, водитель Артем Солодянкин идет в диспетчерскую, где теперь помимо валидатора ему выдают запас защитных масок. И вот шофер готов к рабочей смене с учетом санитарных требований Роспотребнадзора. Маска и перчатки – теперь неотъемлемый атрибут гардероба в общественном транспорте. В течение двух недель водители компании «Дом Трансавта» будут раздавать их бесплатно тем пассажирам, которые почему-то свои средства индивидуальной защиты органов дыхания забыли дома. На территории Ленинского городского округа сегодня работает порядка 50 транспортных средств группы компании «Ран Транс», куда и входит перевозчик «Дом Трансавта». 471-й и 367-й – самые популярные их маршруты. На них и будет проводиться акция «Бери маску, проезжай без опаски». Хотелось бы, чтобы наша акция, конечно, привела к результатам понижения статистики заболевших. Но, скажем так, количество конфликтных ситуаций, в которых участвуют наши водители, когда пассажир заходит без маски, не хочет ее приобрести и хочет ехать без маски все движение на маршруте, таких ситуаций, конечно, стало меньше. Это шикарно. Это экономит нам время, деньги и так далее. Согласно постановлению губернатора Московской области, в салоне общественного транспорта все пассажиры должны находиться в масках. За несоблюдение этого требования предусмотрен штраф 5000 рублей. Водитель имеет право отказать ему в поездке, если у вас нету, не надета маска. Это контролируется всеми нашими волонтерами, проверяющими, инспекторами, которые также работают на линии. Понятно, что водитель, может быть, и всех пассажиров увидеть не может. Пассажир может зайти в маски, а в салоне эту маску снять. И наша задача просто опять напомнить этому пассажиру, что маску необходимо надеть. Ведь общественный транспорт – место большого скопления людей, где тяжело соблюдать социальную дистанцию. А значит, существует наибольшая вероятность заразиться коронавирусной инфекцией. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ургосадовская, ВИДН.ТВ. У знаменитого итальянского детского писателя Джани Радари в этом году юбилей. В 2020 ему исполнилось бы 100 лет. Именно ему и его творчеству решили посвятить очередное занятие «Кружка в гостях у сказки» в Развилковской библиотеке. В гости отправилась и наша съемочная группа. Джани Радари называют добрым сказочником из солнечной Италии. Все мы в детстве зачитывались путешествием «Голубой стрелы» и сопереживали главным правдоискателем из книги «Приключения Чиполина». Прошло уже более полувека с момента их первого издания, но эти книги по-прежнему любимы детворой. Одно из занятий «Кружка в гостях у сказки» в Развилковской библиотеке решили посвятить произведениям Джани Радари, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. На этих сказках мы воспитывались, и я стараюсь передать эту любовь другому поколению. Я в детях воспитываю нравственность, честность, доброту, любовь к ближнему, любовь к родине. Проекту «Гостях у сказки» уже пять лет. Для сотрудников Развилковской библиотеки он один из самых любимых. Проект «Гостях у сказки» для нас является приоритетным, потому что это проект социальной адаптации детей с особенностями развития в среде нормально развивающихся детей. Это очень важно. На каждом занятии ребят ждет знакомство с каким-либо литературным произведением и автором. Веселые игры, загадки и подвижные пятиминутки. Руки, плечи, уши, нос! Руки, плечи, нос! Запутались! Каждый раз, помимо хорошего настроения и новых знаний, дети уносят с собой поделки, сделанные собственными руками. Можно лепить и еще рисовать, и еще делать поделки. И еще там легкие загадки. Ребята также изучают народные традиции, основы экологии и здорового образа жизни. Словом, скучать не приходится. В Центральной библиотеке города Видное состоялось уже второе занятие клуба «Первые шаги к блогерству». Очередной урок был посвящен съемке сторис в Инстаграм. Мастер-класс провела СММ-специалист Анна Катасонова. Подробнее о мероприятии в нашем сюжете. В читальном зале Центральной библиотеки собрались активные пользователи социальных сетей, которые пришли на мастер-класс «Первые шаги к блогерству», чтобы научиться правильно продвигать свой аккаунт и привлекать новых подписчиков. Мы это затеяли для того, чтобы подтянуть молодежь. Это во-первых. Во-вторых, обучить людей, конечно же, правильно вести свой аккаунт в Инстаграм. Потому что эта сеть, она не становится, она уже очень популярна. И многие хотят, конечно, выделиться, что-то рассказать миру. Это уже второе занятие школы блогера. На первом участникам рассказали, для чего нужен Инстаграм, что это за платформа, с чего начать и как оформить свою страницу, что должно быть в шапке профиля. Своими знаниями с участниками поделилась блогер Анна Катасонова. Алгоритмы постоянно в Инстаграм, в любой социальной сети. Это тоже бизнес для кого-то. Поэтому они постоянно его усложняют, усовершенствуют. И чтобы там находить своего клиента, надо постоянно двигаться в ногу со временем. Поэтому решила сама изучить эту тему и, соответственно, свой бизнес и себя продвигать также через соцсети и площадки, которые есть на данный момент. Очередная встреча была посвящена созданию истории в Инстаграм. Как проводить прямые эфиры, работать с хэштегами, закреплять ссылки и отмечать пользователей. В основном сейчас переходит все в видеоформат. И, соответственно, сториз – это одна из приоритетных материалов, инструментов, которые дают возможность себя показать. Аня является профессионалом для меня в этой соцсети. Поэтому я уже второй раз прихожу к ней на обучение и учусь с ней. И хочу также развивать соцсети, развивать свое направление именно в моем бизнесе. Для многих, кто пришел на мастер-класс, научиться работать на этой платформе нужно для того, чтобы продвигать свое дело. Дарья – массажист. Раньше ее страницы в социальных сетях вели другие. Теперь она решила попробовать сама. Надо как-то развиваться в интернете. В принципе, сейчас век технологий. И понятно, что нужно сейчас себя выставлять на публику. А кроме как в интернете, наверное, по-другому. В общем, нужно учиться. Также в рамках школы-блогера планируется проводить занятия по сторителлингу. Такие уроки будут полезны и для школьников в написании сочинений и изложений. Иногда вроде бы ты можешь изложить свои мысли, а вот как-то сложить их в красивые предложения, а тем более действительно рассказать историю от и до по всем законам жанра – это тяжело. Вот поэтому мы будем стараться, чтобы люди наши творчески развивались. Занятия клуба «Первые шаги к блогерству» проходят бесплатно раз в месяц. И принять в них участие может любой желающий. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Проект «Стихи живут» организован сотрудниками районного историко-культурного центра при поддержке телеканала «Видное ТВ». В ходе него представители различных трудовых и творческих профессий читают стихи русских классиков. Нынешний, уже 18-й эпизод стал не совсем обычным. Он был посвящен Дню Народного Единства. Как правило, в проекте «Стихи живут» принимают участие коллективы различных организаций, работающих на территории Ленинского городского округа. Но в этот раз понятие «коллектив» организаторы проекта решили трактовать шире. Стихотворение дагестанского поэта Расула Гамзатова под названием «Берегите друзей» читали представители различных национальностей, проживающих на территории муниципалитета. А сам эпизод посвящен Дню Народного Единства. Знай, мой друг, враждей и дружбе цену, и судом поспешным не греши. Гнев на друга может быть мгновенный, и зливать покуда не спеши. Может, друг твой сам поторопился, и тебя обидел невзначай. Провинился друг и повинился, ты ему греха не поминай. Люди, мы стареем и ветшаем, и с течением наших лет и дней легче мы своих друзей теряем, и обретаем их куда трудней. Если верный конь, поранив ногу, вдруг споткнулся, а потом опять, не вини его, вини дорогу, и коня не торопись менять. Люди, я прошу вас, ради Бога, не стесняйтесь доброты своей. На земле друзей не так уж много, опасайтесь потерять друзей. Я иных придерживался правил, в слабости усматривая зло. Сколько в жизни я друзей оставил, сколько от меня друзей ушло. После было всякого немало, и бывало на путях крутых. Как я каялся, как не хватало мне друзей потерянных моих. И теперь я всех вас видеть жажду, некогда любившие меня, мною непрощенные однажды, или непростившие меня. Это был уже 18-й эпизод проекта «Стихи живут», а сам он существует уже более года и находит поддержку среди жителей Ленинского городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Видное славится проведением больших спортивных мероприятий. На этот раз во дворце спорта «Видное» прошло первенство Ленинского городского округа подзюдо – одного из самых массовых видов спорта. Турнир был открытым, и на татаме вышли представители многих субъектов нашей страны. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. Во дворце спорта «Видное» состоялось открытое первенство Ленинского городского округа подзюдо. В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 15 регионов страны. Турнир наш является рейтинговым, он входит в реестр мероприятий всероссийских и является квалификационным для присвоения спортивных разрядов. Состязания проходили среди юношей в двух возрастных группах – 11-12 и 13-15 лет. От Ленинского округа в первенстве принимали участие 86 ребят. Они смогли достойно представить наш муниципалитет на домашних соревнованиях и составили конкуренцию другим спортсменам. Я уже второй раз выезжаю в дворец спорта, я уже тут-то был, но, к сожалению, не займу никакого места. Очень надеюсь, что в этот раз я займу какой-то очень довольно хороший результат, возьму первое-второе место. Уже для меня будет большая радость. Ведновчанин Рашид Хасанов отмечает важность усиленных тренировок и комплексного подхода в подготовке к соревнованиям. Сначала разминка, беговая разминка, потом гимнастика, курки, колесо и так далее. Дальше небольшие подвижные игры, баскетбол или зомбики. А дальше уже начинается борьба. Юного дзюдоиста во дворец спорта пришла поддержать мама. Главное участие, как говорится, и главный опыт, потому что мы довольно-таки недавно, ну, как еще начинающие, можно сказать, спортсмены, вот, и, ну, в основном, чтобы набрал опыта в плане борьбы со своими зверстниками. Дзюдо – один из олимпийских видов спорта. Единоборство, в котором задействована не только сила и мастерство спортсмена, но и его интеллект. Делегации из других регионов отметили высокий уровень организации турнира. Я сюда приезжаю уже третий раз. По организации всегда нет никаких проблем. Очень большой, просторный зал. В условиях сегодняшнего времени это самое важное, чтобы, в общем, соблюдать дистанцию и было комфортно. По итогам соревнований победители получили кубки и памятные медали. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин